МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Ирина Потехина. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Просто снега выпало больше. Коммунальщики уверяют, что работают в полную силу. Однако результат их работы практически не виден. Фермерское хозяйство процветает. В Ноябрьске появилось первое предприятие с полным циклом производства. И нефтяники со школьной скамьи. Газпром нефтеноябрьский нефтегаз проводит отбор профориентированных выпускников. Комиссия, которая проконтролирует процесс приватизации коммунальной инфраструктуры Ноябрьска, создана. В ее состав вошли 5 народных избранников. Александр Хома, он же назначен председателем комиссии. Николай Шуневич, Сергей Антонюк, Семен Китайн и Елена Шаповалова. Соответствующий документ опубликован на сайте городской думы. Напомню, вопрос о включении в прогнозный план приватизации объектов коммунальной инфраструктуры Ноябрьска депутаты рассматривали на последнем заседании думы. Планируется, что газовые, тепловые, электрические сети внесут в уставной капитал энергогаз Ноябрьска. Администрации города поручено разработать проект акционерного соглашения с ресурсоснабжающей компанией. На Ямале дадут решительный бой неплатежам и неплательщикам. Тема энергетической безопасности обсуждалась на очередном заседании окружного штаба под председательством директора департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса округа Михаила Гилева. Поводом для принципиального разговора стала в том числе просроченная задолженность коммунальных предприятий округа за полученные энергоресурсы. Общая сумма задолженности перед предприятиями топливно-энергетического комплекса превысила 80 миллионов рублей. При всем при этом все предприятия-должники исправно и в полном объеме получают окружную субсидию. Это и должно стать дополнительным инструментом контроля над ситуацией с платежной дисциплиной. Таково общее решение участников заседания. До принятия решений о предоставлении субсидий из окружного бюджета «Мы намерены запрашивать муниципалитетов платежные поручения предприятий-должников, подтверждающие приоритетность расчетов с поставщиками энергоресурсов. Образовавшиеся долги коммунальные предприятия должны погасить сразу после поступления средств из бюджета. Мы понимаем проблему с неплатежами населения, поэтому сегодня речь идет о просроченной задолженности», отметил Михаил Гилев. Борьба со снегом и паводком вновь на повестке дня Совета директоров в администрации города. Коммунальщики уверяют, что работают в полную силу, однако во дворах и на улицах все равно не пройти, не проехать. Управляющие компании уже приготовили насосы для откачки воды и трапы, а снег сейчас вывозят в первую очередь из тех дворов, которым грозит подтопление. Снега в текущем году значительно больше, чем в прошлые годы выпадало, но при этом все равно надо создать некие аварийные бригады, которые могли бы оперативно реагировать на места подтопления. Вчера, допустим, проезжал мимо пересечения Ленина и Дзержинского, там невозможно просто пешеходам переходить возле светофора, образуется лужа, ей просто некуда уйти. И ливневка еще не работает. Однако, по мнению руководителя ДРСО Александра Бреднева, вводить в работу ливневую канализацию целесообразно не раньше середины апреля, чтобы исключить возможность ее перемерзания из-за заморозков, как это было в прошлом году. Воду запустили, она замерзла, и потом такой поводок получили, что мама не горюет. Поэтому лучше сейчас немножко перетерпеть, но когда начнется уже таяние, уже все, не будет возврата к морозам, тогда и запустим ее. В будущем для поддержки управкомпании в весенний период администрация планирует найти пути частичного финансирования противопаводковых работ, возможно, по линии МЧС. Филиал городской поликлиники на изыскателе все еще заставлен ведрами и кастрюлями. Вчера в новостях нашего города мы рассказали о том, что в медучреждении протекла крыша. Пациенты, которые находились в этот день в здании, рассказали, что от воды на стенах стала осыпаться штукатурка, а с потолка капала вода. Собственно, и сегодня ситуация не сильно изменилась. Здесь до сих пор стоят ведра, центральная лестница огорожена, а электричество в местах, где появились паротечки, отключено. На самой крыше работают люди, они очищают ее от снега. Вот что рассказывает представитель центральной городской больницы. Это здание мы также получили с дефектом кровли. Это у нас не первый год происходит. В 2012 году мы планировали провести капремонт кровли, чтобы устранить, но в связи с сокращением финансирования это выполнить не удалось. В этом году будет выполнен частичный ремонт кровли. То есть не факт, что если опять потеплеет и то же самое повторится? Может быть такое? Может, но мы расчищаем кровлю, убираем оттуда снег, пытаемся как-то эту ситуацию исправить. Любопытные фото вновь появились в альбоме «Нам здесь жить» в нашей группе в «Одноклассниках». Наши читатели запечатлели необычный способ уборки снега с крыши дома. Итак, на фото молодой человек сбивает ногами снежные заносы. Если это представитель управляющей компании, непонятно, почему он работает без страховки и каких-либо инструментов. Ну а если это просто житель дома, которому надоело ждать, когда управляющая компания исполнит свои обязанности, возникает два вопроса. Первый, почему обслуживающая организация до сих пор не сделала это сама? И второй, каким образом неравнодушный житель попал на крышу? Ведь по нормам вход на чердак должен быть закрыт на замок. Запретить въезд на стоянку у городского железнодорожного вокзала, просят сотрудники линейного отдела полиции «Ноябрьска». Своё требование сотрудники правопорядка обосновали необходимостью постоянно вести работу по профилактике терроризма. Посему подъезд к центральному входу полицейские предлагают ограничить. Предложение это участники аппаратного совещания не одобрили, более того, высказали свои замечания относительно закрытых в здании вокзала дверей. По словам полномочного представителя губернатора в «Ноябрьске» Павла Доронина, двери центрального входа в вокзал практически постоянно на замке, и это создаёт неудобства для людей. Иногда редко открывают здесь, со стороны установки двери, туда закрывают со стороны перрона. И вот так вот люди бегают вокруг этого вокзала с вещами и с людьми. Сделайте максимально приспособленный вокзал. Мало того инвалиды, и могут заедать на вокзал. По автотранспорту, вот сейчас вы сказали, закрыть, перекрыть и так далее. Там и так, практически этот вокзал, это единственное «Ноябрьска», где даже на Пуровске маленькая станция, и то там стоянка прямо рядом с перроном. Удобно люди подъехали, багаж взяли и тут же придут в поле. У первого на «Ноябрьске» и единственного в «Ноябрьске» крестьянско-фермерского хозяйства «Раздолье» теперь свой магазин. На днях его открыли прямо на ферме в районе городской промзоны. Это была мечта наших северных крестьян Сергея и Елены Кравченко. О том, как они шли к этой цели, далее в нашей программе. Ну что, други мои, давайте. Ну давайте, счастливы. К этому дню Елена и Сергей Кравченко шли почти пять лет. С тех пор, как задумали на Крайнем Севере создать свое крестьянско-фермерское хозяйство. Начали с того, что купили старую пилораму и переделали дырявые заброшенные помещения в теплый хлев для животных. Потом завезли первых поросят, ну а параллельно свернули целые горы бумажных запросов, согласований, уведомлений и тому подобное. Иногда, казалось, признавались Кравченко, что решить бумажные проблемы сложнее, чем содержать хозяйство. Но в какой-то момент птица счастья взяла семью под свое крыло. Бизнес-проект фермеров по развитию собственного дела в 2012 году администрация города признала одним из лучших и актуальных для Ноябрьска. Грант муниципалитета составил 300 тысяч рублей. Такого масштаба, как мы здесь видим, такого нету, где присутствует полный цикл и есть большой ассортимент. Не в одном направлении, например, птица. Здесь мы видим, что здесь есть и птица, есть и свиньи, и бараны. То есть большой цикл, плюс еще переработка, и плюсом еще есть и изготовление полуфабрикатов. То есть здесь большой цикл производства. Такого у нас на Ямале, по крайней мере, в Ноябрьске нет. Пельмени замороженные, манты, хинкали, чебуреньки. Товар сертифицирован, имеет удостоверение качества. Приготовлен из парного мяса. На эти деньги, показывает Елена, купили холодильники и другое оборудование для производственного цеха. Ей всегда очень хотелось не просто продавать, пусть и самое свежее, самое натуральное мясо, но и наладить производство полуфабрикатов. Таких, чтобы очень занятых горожан побаловать настоящей домашней кухней. И теперь вот они, закрома с самолепными пельменями, хинкали и чебуреками. Я очень требовательна к качеству, к этому. Ну, все натуральное, никаких добавок. Чисто, аккуратненько, красиво. Я тоже работаю там. Мне очень-то нравится, когда бывает, надоедает всю еду и стряпаю пельмени. Цех для производства полуфабрикатов расположен на втором этаже. Магазин на первом. И в день открытия каждый покупатель мог попробовать все, что приготовили в раздолье из парного мяса, включая горячие с дымком шашлыки. Манты попробовал, шашлык попробовал, очень вкусный шашлык. Понятно, что домашняя пища, только приготовленная, не заморозка никакая. К слову, мечта ноябрьских фермеров сегодня как нельзя лучше вписывается в задачи, которые ставит губернатор округа. Речь о том, что Ямал должен сам обеспечивать себя основными продуктами питания. И рассчитывать в этом власти могут на таких, как Кравченко. Только вчера раздолье было первым в городе крестьянско-фермерским хозяйством. А сегодня это первое предприятие с полным циклом производства. Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Сегодня городские власти оказывают предпринимателям поддержку по разным направлениям. Те же фермеры, которые уже получили грант на развитие своего бизнеса, могут принять участие и в других инвестиционных программах. Для дальнейшего развития приобрести какое-то оборудование в лизинг. Администрация города возместит первый взнос до 1 миллиона по договору лизинга оборудования. Считаем, что будет также дополнительной поддержкой в развитии данного бизнеса. Нефтяники со школьной скамьи «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» проводят отбор профориентированных выпускников для поступления в Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» в Петербурге. С сегодняшнего дня на базе 8-й школы потенциальные нефтяники проходят испытания по математике и физике. Здесь стартовала Олимпиада по этим предметам. Те, кто справится с заданиями лучше остальных, получат возможность обучаться в одном из ведущих вузов страны нефтегазового профиля за счет компании. Подробности у Кирилла Мигеля. В этом году мы осуществим набор по трем специальностям. Таким как геология нефти и газа, маркшейдерское дело и инженерная геодезия. Вы, наверное, понимаете, что количество бюджетных целевых мест ограничено. Поэтому еще раз призываю вас собраться и постараться. Если конкретнее, то из 26 претендентов отберут лишь восьмерых. Задания не сложнее, чем те, что участникам Олимпиады предстоит решать на едином госэкзамене. К слову, при поступлении в первую очередь учитывать будут именно результаты ЕГЭ. Достижения, так сказать, олимпийские, сыграют свою роль в случае, если несколько абитуриентов наберут одинаковое количество баллов. Ребята, получающие образование, которое оплачивается за счет потенциального работодателя, эти ребята, безусловно, потом внесут серьезную лепту освоения энергоресурсов в области его разведки и добычи именно того региона, который очень нуждается в молодых кадрах. Сама схема такого сотрудничества нефтяников и вуза давно опробована и зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Впервые 9 целевиков Ноябрьскнефтегаза уехали учиться в Питер в 2008 году, а уже в этом предприятие увидит первый результат. Некогда школьники вернутся в качестве дипломированных молодых специалистов. Как сложится судьба этих старшеклассников, пока не ясно. Но свой первый и, быть может, самый важный выбор в жизни они уже сделали. Теперь остается идти к своей цели. Эта компания очень интересна для меня как место для работы, поэтому я очень был бы не против туда попасть. После целевого набора компания «Газпромнефть» принимает студентов и на практику, и на какое-то время на работу. И если ты хорошо себя проявляешь, то ты уже останешься там. Преподаватели вуза из лишних иллюзий не питаются. Судить о способностях выпускников до подведения итогов в преподавательской среде не принято. Давайте до завтра оставим этот вопрос. Когда я возьму в руки мел, они откроют тетрадки. Однако Ямальская земля всегда славилась своими талантами, особенно в нефтегазовой сфере. Кто знает, быть может, и среди этих школьников есть будущие почетные работники ТЭКа. Кирилл Мигель, Виталий Харченко. Новости нашего города. Школьники не будут учиться по одному учебнику истории. В России будет создана концепция, в рамках которой может появиться несколько учебников, сообщил спикер Госдумы, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в едином учебнике истории должны быть отражены основные эпохи развития страны, что это должен быть канонический учебник, и что каноническое изложение исторических событий в учебнике должно дополняться альтернативными версиями и различными точками зрения, озвученными учителем. Я полностью согласен с тем, что должна быть какая-то каноническая версия нашей истории. Если действительно мы будем на Востоке изучать одну историю, на Урале вторую, в европейской части третью, это в целом может разрушать и наверняка будет разрушать «Единое гуманитарное пространство нашей многонациональной нации», предположил Путин в ходе своего выступления на первой конференции Общероссийского народного фронта. А чуть ранее Министерство образования и науки России направило в регионе окончательно утвержденный список из 100 книг, рекомендованных для внеклассного чтения школьникам. В документе, опубликованном по этому поводу на сайте Миноборнауки, говорится, что перечень 100 книг может служить содержательной основой для разработки дополнительной образовательной программы. Также там напоминают учителям, что они должны активно взаимодействовать с родителями, продвигая идею внеклассного чтения. Собственно, создание списка из 100 книг для школьников тоже инициатива президента страны. И согласно данным ВЦИОМ, и эту инициативу Владимира Путина россияне поддержали. Так получается, идею формирования списка из 100 книг, обязательных для внеклассного чтения, поддерживают 3 четверти россиян. Активнее всего женщины 75%. Категорические противники списка книг для внеклассного чтения в меньшинстве 14%. Причем противники свою позицию объясняют тем, что у детей должна быть свобода выбора книг. На втором месте аргумент в школе и так большая учебная нагрузка. Еще 12% респондентов считают, что подобные списки не заставят школьников больше читать. То есть, в принципе, вообще не имеют смысла. Ну и последнее, «Подари мне жизнь» – так называется всероссийская акция, в которой активно участвует и наша центральная городская больница. В рамках акции в медучреждении проходят выставки детских поделок и рисунков, организованы просмотры фильмов, направленных на укрепление семейных ценностей. А в благовечении будущих мам, которые лежат в отделении патологии беременных, навестила целая делегация из православной гимназии. Да еще с концертом. «Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори» «До звездной полночи, да сама, мне снова детство подари» И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 10 апреля в Салихарде возможен снег. Ветер северо-западный, температура 6 градусов мороза. У Муравленка временами снег. Ветер западный до 8 метров в секунду. Температура 2 градуса ниже 0. В Ноябрьске облачно, небольшой снег. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура минус 1 градус.